рынок горюна и вильнюсе один из крупнейших в восточной европе более 10 тысяч торговцев как говорят в литовской налоговой службе именно в таких местах продавцам проще всего провести выручку мимо кассы то есть как бы забыть про чек не выбивать его и тем самым уйти от уплаты налогов часто люди смотрят на такую процедуру сквозь пальцы налоговики применяют в таких случаях и кнут и пряник кнут для бизнесменов виде штрафов и проверок а вот пряник это для покупателей впервые в истории литвы государство запустило чековую лотерею самая главная цель и что мы все знаем что вклад общества очень важен смешает теневую экономику и каждый из нас не требуя много усилий может просить чтобы им были выданы документы эти документы подтверждают что налоги заплачены и мы так повышаем финансовые знания людей чтобы они знали зачем нужно платить налоги все просто товарные чеки отныне являются лотерейными билетами хочешь выиграть приз требуешь от продавца чек регистрируешь его на сайте налоговой службы и ждешь розыгрыша в эфире одного из литовских телеканалов каждую неделю 10 счастливчиков получают по 200 евро а раз в месяц главный приз 5000 евро лотерейными билетами считаются чеки выданные на рынках в кафе ресторанах в парикмахерских и ремонтных мастерских в общем там где по мнению налоговой службы процветает теневая экономика жительница вильнюса алена васильева пришла на рынок чтобы купить сапоги и меховую накидку по ее словам на чековой лотереи она ничего не слышала но чеки у продавцов требовала и раньше я думаю для покупателя это неплохо потому что если я имею чек значит у меня есть какая-то гарантия в случае некачественного товара вернуть его или потребовать деньги обратно либо заменить то есть в этом случае я немножко застрахованность я чувствую когда есть чеки из доказательства узнав о лотереи алена решила зарегистрировать свои чеки говорит 200 евро возможные 5000 в семейном бюджете лишними не будут подобные лотереи проводятся и в других странах в польше венгрии чехи португалии но самый яркий пример это грузия шесть лет назад ее провозгласил тогдашний президент михаил саакашвили и грузию буквально охватила настоящая чековая лихорадка там ежедневно для участия в лотерее регистрировали полтора миллиона чеков а все потому что максимальный выигрыш составлял аж 30 тысяч американских долларов в литве призы скромнее но интерес у покупателей все равно высокий за первые два месяца здесь зарегистрировали более 300 тысяч чеков но я не всегда участвую в конкурсах почему потому что я не верю что выигрывает простой человек только из-за этого сколько раз покупала лотерею выиграла 1 евро за все время покупатели относятся к лотереи по-разному говорит ремигиус предприниматель уже не первый год стоит за прилавком и торгует на рынке мясной продукции сегодня я выбросил на 10 20 никто не берет чеки человек другой берет там другой говорит даже обижается что вы там не держите за маленького ребенка тут меня играть мне надо играть другие приходят даже собирают так уже когда несколько чеков и другие приходят собирают чеки по павильону что может регистрировать чем больше им он их зарегистрировать экономист екатерина рояка убеждена чековой лотереи не может стать основным методом борьбы с теневой экономикой но это шаг в правильную сторону считать что с помощью чековой лотереи будут возвращены в налог в налоговую казну скажем миллиарды евро которые мы недополучаем безусловно не стоит это было бы глупо поскольку поскольку основные доходы они основные налоги которые не проходит мимо казны и теневая экономика это в общем-то не так не уровень торговли какая-нибудь бабушка продает какие-нибудь фрукты без не выбивая чек на на территории рынка это все-таки более масштабное явление по словам эксперта доли теневой экономики в современной литве более 20 процентов при годовом бюджете в 9 миллиардов евро речи может идти о сотнях миллионов потерянных для бюджета чековой лотерей как подсчитали в вильнюсе только в секторе общей пита может приносить в казну дополнительные семь с половиной миллионов евро но пока это только прогнозы итоги будут известны лишь к концу года когда налоговая служба подсчитает свои доходы александр суханов эдуард колик балтия неделя